Итоги единого госэкзамена в республике стали главными на совещании, которое накануне провел министр образования и науки КБР. Глава ведомства, говоря о нарушениях при сдаче ЭГЭ, отметил, что в федеральном центре тестирования выявлено 4 факта публикования вариантов контрольно-измерительных материалов в интернете. Протоколов об административных правонарушениях было тоже 4. Преподаватели, в аудиториях которых и не брегли регламентом сдачи экзаменов, наказали. Мобильные телефоны, сколько бы учеников ни предупреждали, по-прежнему остаются их главными помощниками во время аттестации. За пользование мобильным телефоном или же его наличие 7 участников введенного экзема были удалены и в соответствии с порядком проведения экзаменов лишены права на повторную сдачу по соответствующему предмету в текущем году. Больше 100 учеников подали заявки на сдачу экзаменов по 80 предметам. Это говорит о плохой профориентационной работе в школах, отметил министр. Тем более, что на большинство заявленных экзаменов ученики не пришли. Однако пугает другой факт, добавил Шагапсуев. 20% выпускников по всей республике сдали только 2 обязательных предмета. То есть продолжать учебу дальше они не намерены. Чем будут заниматься, остается только догадываться. Министр дал указание в кратчайшие сроки собрать данные обо всех выпускниках этого года. Где работают, где живут и чем занимаются. А учителям профильных предметов и директорам школы предстоит детальная работа над ошибками, которые в очередной раз выявил единый госэкзамен.